Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 сентября. Несмотря на поздние сроки, вы видите, что у меня на дегустации очень много сортов. Вчера я сняла видео и сказала, что мы еще собираем и собираем урожай, все таскаем и таскаем. Вот сибирский гроздевой, даже еще с открытого грунта. И сейчас я провожу дегустацию и стараюсь хотя бы то минимальное количество новинок показать вам, продегустировать, потому что в этом году новых сортов было очень много, я не успела их полностью осветить. Вы видите, у нас тут новинка, подсолнухи мои совсем затерлись, пришлось фартук над кухонным столом менять. Теперь будем любоваться на алтайские пейзажи. Теперь вы по этой картинке алтайских гор узнаете сразу, что это мои видео обзоры. Хоть эта картина к томатам не очень подходящая, но смотрятся томаты на ней хорошо. Вот смотрите, я рассказала про огромную сливу, номер 421 перед этим. Рассказала про талакалулу, которая вот гофрированные плоды. Сейчас буду рассказывать о томате Паскаль из Пикардии. Вот эти три сорта, которые вот стоят, которые я в первую очередь, это вот совсем новинки. Новинки не только, вообще для меня новинки даже как название. Паскаль из Пикардии, огромная слива, ни разу не слышала. Потому что вы знаете, что у меня был упор все больше на сибирский, на адаптированные к нам сорта, но когда, к нашим условиям, но когда я начала американские вводить в ассортимент томаты, я поняла, что они у нас в Сибири растут не хуже, чем у себя на родине. Дают очень хороший урожай. И вот Паскаль из Пикардии, это тоже сорт новинка, сорт экзотический. Как вы видите, он двухцветный, с антенциановыми плечиками. И как уже про эту, про Тлакалулу я говорила, что люблю я новые сорта, вот эти импортные, для расширения кругозора начинаешь читать, узнаешь много нового. Про Паскаль из Пикардии тоже я тут улыбнулась, читала в интернете. Его оригинальное название было другое, прочитать не смогу, не умею не по-русски читать, но он назывался Бешеная лошадь. Почему? Не знаю. Но был, это Бешеная лошадь была. И вот только в 2017 году его решили переименовать. Я надеюсь, что и задницу обезьяны скоро переименуют, потому что у них очень странные названия у американцев. Ну, вообще странные. И вот эту Бешеную лошадь переименовали и стали звать в честь какого-то Паскаля Антигни, который был руководителем ассоциации, ну, каких-то помидорников, там, томатоведов, что ли. И вот представьте, какая метаморфоза. Сначала был Бешеной лошадью, потом стал в честь почтенного какого-то человека назван. Короче, из крайности в крайность. Всё. Конечно, в нашем госреестре его нет, наверное, и не будет. Как всегда он продаётся, это коллекционный сорт или у коллекционеров, или может быть какая-то фирма наладит тоже производство. Вот сейчас же начал делать партнёр и этот полосатый шоколад, потом ещё какие-то стали встречаться вот такие импортные сорта. Но мне прислали люди растение индотерминатное, как и тлакалула, как и огромная слива. Я вообще заметила, все вот эти иностранцы, почти все высокорослые индотерминатные. Но этот индотерминатный куст, он очень подходит для выращивания в теплицах, потому что он не слишком густой. У него такое хрупкое строение, вот как под вид сержант Пеппер. Кстати, они и похожи на маленьких сержантов Пепперов. Смотрите, по расцветке тоже антоциановое такое напыление на красном. Вот если кто-то хочет высадить в теплице, он подходит. У меня он рос в чудо-теплице, рос до вчерашнего дня, вызрел почти весь. До сих пор он ещё сохранился, куст. Но в теплице, если у него будут хорошие условия, он может вырасти больше двух метров. Нужно иметь это в виду. И так же, как тлакалула, он идёт кисточками, кисточками, кисточками. Вот в этих кисточках может быть пять, шесть, семь. Это зависит от того, вот у нас, например, когда ударит мороз. Как мороз ударит, так кисточки прекращаются. Конечно, это очень такой, это красота. Красота и когда на кустиках, и когда вот так вот. Это, конечно, экзотика. И, скорее всего, любители томатов выращивают его, вот, я понимаю, там огромная слива, можно нарезать и наесть из полностью. Ну, а эти томаты, конечно, в первую очередь, наверное, не для еды, а для эстетического такого удовольствия. Он же маленький. И он всего весит 100 грамм, но если вы захотите, можно будет, вот в кисточках, когда эти завязи начинаются, если оборвать половину завязи, то вес плода можно чуть увеличить. Могут быть они до 200 грамм. Но это нужен особый подход, особый уход. Если с ним ничего не делать, они будут вот такие 100 граммовочки. Вот, небольшие, больше, наверное, на гаргамель похоже. Вот такого же размера. Больше, наверное, как для красоты. Но вообще, а еще на внешний вид, вот смотрите, некоторые же есть матовые, а вот видите, блестит золотой лимон. Есть глянцевый. Вот он относится к глянцевым. И когда на улице подходишь в огороде, они какие блестящие, вот такие, как глазастенькие. Вот гаргамель тоже, они как эти черные глазки блестят. Ну, очень декоративен, очень красив. Если говорить о вкусе, везде пишется, что у него сочная консистенция, мясистая и мармеладная. Мы сейчас это проверим. Но я еще хочу сказать о форме. Вот форму все же по-разному описывают. Пишут, что удлиненно сливовидная. Пишут, цилиндрическая, с носиком. Вот отличительная черта, это обязательно должен быть где-то чуть острее, где-то чуть потупее. Но должен быть носик. Все-таки эта сливовидная форма, она не должна быть тупой. Он именно с носиком. Сейчас я разрежу один, и мы посмотрим, ну какой вот этот вот. И опять же про антоциан. Вы знаете, что чем больше солнца, тем больше вот этой вот расцветки антоциановой. И вот потому, что эти плоды некоторые совсем черные, хотя они по описанию, они должны быть красно-фиолетовые, видно, что досталось им очень-очень много солнца. С той стороны, где был тень, вот так сильно солн... Большое количество солнца вынудило их почернеть окончательно. Но все-таки они красно-красно-красно-мясые. Все-таки мякоть у них красная, вот такая. Сейчас попробую. Вкусные, но я кислинку чувствую. Но очень приятные. Если вкус как охарактеризовать, можно сказать, что они сладкие. С еле-уловимой ноткой кислинки. Я чувствую, присутствует кислинка. Сложить встаем. Так. Еще хочу сказать. Написано про них. Так как эти сорта для меня новые, половина информации, которую я вам сейчас рассказываю, у меня просто подчеркнута из интернета. Я, например, не знаю, как они хранятся. Я не знаю, насколько длительное плодоношение, но написано, что может плодоносить до самых заморозков. И вот эта характеристика уже почти подтвердилась, потому что у нас конец сентября, у нас ночи холодные, но он все еще зреет, все еще дает плоды. Можно выращивать и в теплице, можно выращивать и в открытом грунте. И еще про него написано. Ну вот это я тоже не могу сказать, что это точно, потому что это еще не проверено. Написано, что этот сорт очень хорошо адаптируется к данным погодным условиям. К переменам погодного условия. Короче, если вы семена взяли у хозяина, который живет где-то там в теплых странах, будете у себя в сибирском регионе выращивать, вот как я, например, этот сорт у меня адаптируется к моим холодным условиям. Если вы его перевезете в теплые, он опять адаптируется. Короче, это как называют, вот такие гибкие сорта. И еще, так как это сорт, а не гибрид, можно с него взять семена и выращивать. Это не гибрид. Еще написано, что он обладает хорошей лёжкостью и хорошо дозаривается. К сожалению, это я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что он у меня ни разу еще не дозаривался. Ни разу я его никуда не укладывала. И укладывать, наверное, в этом году не придется, потому что он вызрел почти весь из-за жары. Поспел почти весь. Вот самые маленькие уже вот наверху. Все познакомились. Это сорт 1417. У меня в каталоге Паскаль из Пикардии. Экзотика, коллекционный. Пришелец других стран. Очень красивый, вкусненький. Ой, что я нашла? Смотрите, у него, я вот там покусала. Видите, какие-то аж багровые такие пятна. Проявление интересное. Красные разводы. Я люблю, когда вот на розовом фоне более такие темные малиновые разводы. Все. Сейчас приступим к следующему сорту. Определю, какой. Или Сызранская пипочка, или Реликвия от монахов. Оба сорта новые для меня.